На что так яро жалуются таджики? Досмотрите это видео до конца и вы узнаете то, чего и стоило ожидать. Но как они этим достали? Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. С наступлением осени вновь стали поступать жалобы жителей на отключение электроэнергии в регионах Таджикистана. Люди сетуют, что власти требуют своевременную оплату за электроэнергию, но без предупреждения могут отключить свет и днем, и ночью. В барке Тачик объясняют многочасовые отключения электроэнергии ремонтом подстанций и вырубкой деревьев. В принципе, как и всегда, могли бы что-то придумать новое. Ну, отмазки, почему энерголимит вводится. С восьми утра до шести вечера мы сидим без света и не объясняют, почему отключают. На улице сейчас уже прохладно, а у нас дома дети. Цена на уголь тоже постоянно растет, сказал Раджаб Саидов, житель Махали Джангалабот города Вахдад. Начальник службы распределительных сетей по РРП Хурше Тумаров подтвердил отключение электроэнергии в некоторых Махалях, но связал это с ремонтом подстанций, вырубкой деревьев и подготовкой к зимнему периоду. Аналогичные аргументы приводят уже несколько лет и представители энергохолдинга Барки Тачик. Однако жители и некоторые экономические обозреватели называют такие объяснения далекими от действительности и заявляют, что ремонтные работы по месту их жительства не ведутся. 11 октября в Махале Джангалабот города Вахдад и других прилегающих к столице районах ремонт электроподстанций не проводился. Как вы относитесь к такой откровенной лжи? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В этом году перебои с электричеством начались в конце сентября. Хабибулла Мухигинов, житель села Чангоп в Гесаре, сказал 11 октября, что ограничения начались в этом году еще раньше, чем несколько лет назад. Я пошел к председателю Джамата, чтобы узнать причину отключения. Мне сказали, что электричества нет. Люди нервничают, когда так подолгу до пяти часов нет света. Холодильники в магазинах выходят из строя, продукты портятся, повысили тарифы на электроэнергию. И все равно перебой с подачей, говорит он. Отключение электроэнергии в домах жителей происходит без объяснений и предупреждений. Хотя в договоре между потребителем и барки Тачик сказано, что потребитель должен быть проинформирован об этом заблаговременно. Юристы считают действия представителей госэнергохолдинга нарушением прав потребителя. Отключение электроэнергии обеспокоили не только жители Душанбе, но и других регионов страны. Жители районов Шамсидин-Шахин и Кашиньон Хатлонской области сообщили, что днем у них нет электричества. Такая же ситуация в Сагдийской области. Раджабали Баяков, инженер электрических сетей в Хатлоне, уверяет, что лимита нет и отключений электроэнергии тоже нет, но от дальнейших комментариев он воздержался. Хурше Тумаров, начальник распределительных сетей по РРП, сказал, что обеспечение электроэнергией также зависит от погодных условий. «Мы надеемся, что погодные условия осенью будут благоприятными и уровень воды в Вахше увеличится. Если даст бог, не будет маловодия, то и ограничений не будет», – добавил он. Сотрудник распределительной энергосети на юге Таджикистана сказал на условиях анонимности, что они получили указание от Барки Тачик отключать периодически электроэнергию вплоть до декабря, чтобы делать запасы воды. Экономический обозреватель Пайрав Чоршанбиев говорит, что сейчас не сезон для запасов воды, а в Таджикистане нет больших водохранилищ, чтобы делать такие запасы. При этом он обратил внимание на отсутствие прозрачности в продаже электроэнергии за рубеж и на заниженную официальную статистику по экспорту электроэнергии. Одним из постоянных нареканий в адрес властей является то, что в дни, когда население Таджикистана сидит без света, продолжается продажа электроэнергии в Афганистан и другие соседние страны. Обеспечение населения электроэнергии считается одной из главных проблем правительства Таджикистана, которая до сих пор не решена, несмотря на строительство ряда ГЭС. В последний раз в январе этого года власть официально объявили о введении энерголимита в сельских районах страны, и эти ограничения продлились вплоть до мая. Как вы думаете, это будет снова все до весны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи.